всем привет большое спасибо что открыли это видео надеюсь у вас уже появилось праздничное настроение многие еще как-то не поняли что уже в конце этого месяца новый год даже я как-то очень трудно в это поверила потому что время летит очень быстро кстати как вам моя локация если вы смотрели предыдущее видео то вы наверняка знаете откуда взялся этот божественный туалетный столик и вот этот милейший светильник мне такой фон очень нравится как-то по уютному особенно вот эта вот клеточка с огонечками если вы не смотрели трансформацию нашей комнаты то я вам рекомендую обязательно посмотрите потому что возможно вы найдете для себя много интересного и полезного что же сегодня будет первый влог нас на моем канале сегодня мы собрались наряжать елку все эти годы мы наряжали елку всем что ну просто вот все игрушки которые собраны со всей моей жизни все дождики всех цветов в этом году что-то у меня переключилась в голове я захотела сделать какую-то стильную елку то есть чтобы она была в каком-то стиле едином давайте я вам сначала покажу что я приобрела вчера это прям последняя покупка перед тем как я села снимать это вот такая вот миниатюрная супер миниатюрная елочка давайте я ее прямо открою сейчас о боже мой какая прелесть как я люблю такие вещицы господи она так реалистично смотрится в камере особенно прям вот очень красиво и знаете что это не просто елочка здесь еще есть вот такой вот включатель и внутри накручена проволока думаю вы видите если включить здесь есть два режима можно включить вот такой который мерцает а можно просто чтобы она горела вот мне такой больше нравится не раздражает глаза ну и в общем я ее поставлю наверное либо на вот этом столике либо на другом в этом году меня потянуло на какой-то серебряно-голубой стиль вот прям захотелось елочку именно в таком стиле но когда я увидела вот эти варежки естественно я их взяла во первых их всего лишь две штучки они не слишком бросаются в глаза мой наверное лампа вам мешает здесь еще вот такой олень вырезаны это прям такие diy варежки ух ты так классно сделано у меня никогда не было игрушек в виде чего-то только круглые какие-то шарики но варежек никогда у меня на елочке не было здесь посредине виден поролон но неважно никто это не увидит вот такие вот новые игрушки что-то тут летает вот это вот вата на варежке или я не знаю что это такое она вообще так разлетается ну короче говоря это такая игрушка на один раз возможно два раза следующее что я купила это вот такой вот комплект маленьких шариков и они такие видите перламутрового цвета очень качественно сделано и не такие малюсенькие мне очень нравится хорошо покрашены вообще прикольненькие такие следующие это самые большие шары которые я приобрела посмотрите на этот стиль сверху еще есть вот такие шишечки и веточки вот такой вот тоже diy шарик надеюсь она будет красиво смотреться на елочке потому что она как-то криво висит вот так он выглядит с близка на нем такой красивенький орнамент и он весь покрыт в каких-то блёсточках ну прям очень нарядно смотрится особенно мило смотрится вот это вот микроскопическая шишечка она даже выглядит как настоящий следующий комплект я брала вот в таком вот голубом оттенки и здесь все шарики разные здесь есть такими ворсинками есть обычные с блестками этот комплект будет прямо акцент елки очень красиво упаковали прям как какой-то подарочек просто типичная если у меня что-то не упадет значит где-то что-то взорвалось или что-то не в порядке давайте я вам покажу с близко какие-то виды шариков есть этот шарик уже просто обсыпал всю мою комнату пока он еще цвет не потерял можно его использовать вот как сейчас выглядят мои руки сегодня какое-то видео с сюрпризами я надеюсь что больше сюрпризов не будет ни с какими игрушками следующие игрушки которые меня очень зацепили были вот такие вот домики они мне понравились конечно же потому что это не обычный круглый шарик вот такой домик в снегу очень красиво смотрится как раз серебристого оттенка то что я хочу последние игрушки которые я увидела сразу же схватила были в очень необычном таком стиле не знаю видели вы такие когда либо игрушки они прозрачные то есть прозрачный шарик и внутри есть такие частички дождика очень красиво отражает свет прям мерцает взяла сразу два таких комплекта для того чтобы их было можно больше на елке мне кажется это прям самые красивые игрушки вот так выглядит шарик мне кажется он заменяет все цвета которые могут быть на елке потому что сияет прям всеми оттенками очень такой прям дискотечный не слишком заметная веревочка такая полупрозрачная что такая лысая а сюда такая мы решили поставить елку вот сюда вместо пальмы пальма стоит сейчас вот здесь мне кажется что она здесь стоит идеально хоть и она вроде выглядит очень большая но мне кажется идеальное место просто нет в этой комнате и у нас такая тут праздничная атмосфера на моем столике слушаю в ютубе рождественскую музыку сейчас будем пробовать новые украшения участие у нас клубок гирлянд вот такая вот елочка у нас получилась в американском стиле мне так намного больше нравится без всяких разноцветных шариков варежки здесь получились как какие-то изюминки потому что здесь ничего вообще красного нет здесь только все серебристое вот эти лошадки это вообще прелесть я добавила еще очень значимую для меня игрушку это мы покупали в кракове когда были два года назад и у меня прям появилась какая-то традиция такая покупать каждый год игрушки вешать на елку так что на этот раз мы как раз улетаем в варшаву и надеюсь привести какую-то тоже красивую игрушечку и повесить на елочку каждый раз когда я вижу вот эту звезду я просто угораю потому что во первых она должна работать ну а она у нас уже наверное несколько лет не работает потому что там сели батарейки знаете такие маленькие батареечки но у меня нет сил их искать выглядит как-то странно такая прозрачная звезда и в ней видна вот эта вот вся конструкция с батарейками но мне кажется так тоже сойдет так же как и в прошлом году я добавила вот такие вот снежинки они мне очень нравятся и вот такой и не знаю венок это или что но смотрится красиво мне кажется и и здесь такая же снежинка вот такой вот уютный праздничный уголок получился еще я только вчера вечером заметила вот эти вот железяки как это все смотрится как будто это елка робот какой-то надо чем-то это прикрыть у меня нет никакого специального такого коврика который продается вот так вот сверху накрывается но мне кажется что я могу закрыть это дождиками какими-то думаю мне выбрать есть из чего это дождики которые собраны за все года празднования вот этот мне очень нравится он такой прям супер классический новогодний одного конечно не хватит мне кажется так уже намного лучше хотя выглядит странно давайте представим что здесь белоснежный снег под елкой мне понадобилось три дождика для того чтобы перекрыть железки но сейчас смотрится намного лучше как и каждый год я люблю добавлять вот такие шишки я их сама собирала еще вот эти вот спреем покрывала для того чтобы не были как будто заснежены и вот этот мистер дед мороз я не знаю уже сколько лет он у нас есть но я каждый раз либо вешаю его куда-то либо кладу под ёлочку мне кажется эти шишки придают какую-то жизнь настоящий елочки еще одна из моих любимых традиций каждую зиму я покупаю новую такую накидку на кровать очень хотела именно вот такую белоснежную ворсистую на ней во первых очень красиво все и снимать и показывать и вообще очень приятно и уютно на ней сидеть такая прям огромная накидка видите она прям такая длинная все закрывает вы еще наверное не знаете насколько я люблю любые наволочки вообще особенно новогодние и вот такие две наволочки я покупала год назад и получается что у меня вот такие четыре подушки поэтому я не знаю какой цвет оставить наверно вот этот свет больше подойдет к новогодней такой хитиматики кстати если вы случайно не заметили мои ногти то я обязательно должна вам их показать фокус появись пожалуйста вот такая вот идея мне пришла в голову с у таким милейшим оленям блин это так поднимает настроение если у вас нету настроения обязательно сделайте себе какой-то новогодний такой маникюр здесь у меня милашный олень и вот такая малюсенькая варежка и здесь у меня вот такой веночек и тоже звездочка сбоку не слишком наляписто и поднимающее настроение на первом же этапе я увлеклась и съемкой поэтому не добавляем сейчас яйцо небольшую кастрюлю добавляем сахар мед и сливочное масло без яйца как я уже сказала ставим на средний огонь постоянно помешиваем для того чтобы растворился сахар и масло чуть позже уже в горячую смесь добавляем соду и перемешиваем немножко остужаем чтобы смесь была теплая уже на этом этапе вы можете добавить яйцо всыпаем частями муку и вы уже можете добавить ваши самые любимые специи у меня это имбирь корица и мускатный орех тесто должно быть мягкой эластичной и не липнуть к рукам заворачиваем тесто в пищевую пленку оставляем как минимум на полчаса в холодильник также можно оставить и на ночь делим тесто на две части и раскатываем толщиной в 3-4 миллиметра готовим с вами самые милые печеньки выкладываем на противень и выпекаем при температуре 180 градусов 6-7 минут аромат пряности просто не передать а теперь самая важная часть это украсить наши пряники взбалтываем слегка вилкой белок и далее всыпаем постепенно пудру в конце добавляем лимонный сок глазурь должна быть вот такой вот консистенции выливаем ее в какой-то пакет либо кондитерский мешок и далее начинается волшебство желательно украшать с вашими родными или друзьями это очень увлекательно но порой бывает даже смешно решила порадовать своих родных моим творчеством поэтому выбрала самые красивые печеньки упаковала их в пищевую пленку спасибо что провели со мной эти 13 минут надеюсь что мне удалось поднять вам праздничное настроение и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»